Здравствуйте! В Госдуме предложили внедрить первосентябрьский капитал. Специально для этого будет создана программа субсидирования для семей, в которых есть школьники. По мнению депутатов, родители тратят значительные средства на то, чтобы подготовить детей к началу учебного года. Покупают необходимые констовары, обувь, одежду. Для примера приведена условная стоимость комплекта школьника – 11,5 тысяч рублей. Как считают народные избранники, далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета. Средства из программы, которую депутаты предлагают назвать первосентябрьским капиталом, должны покрывать расходы на сбор детей в школу. При этом точная сумма, которую предлагается выделять из бюджета, не названа. Два крупных инфраструктурных проекта в Пермском крае значительно подорожали. Так, стоимость Чусовского моста увеличилась на 3 миллиарда рублей. Это связано с корректировкой проектно-сметной документации. В частности, необходимо выполнить ремонт действующего моста через Чусовую. По словам министра транспорта при Каме Николая Уханова, он фактически износился. Сроки ввода нового моста также сдвинулись с 2021 года на 2022. Еще один проект, который сильно вырос в цене – переход улицы Строителей от Куфонино до Стахановской. Стоимость строительства магистрали выросла на 5,5 миллиардов рублей. Основное удорожание связано с изменением конфигурации развязок на пересечении улицы Строителей шоссе Космонавтов и шоссе Космонавтов Карпинского. Они будут двухуровневыми. Также увеличение цены связано с изъятием земельных участков под строительство дороги. Росстат назвал сферы самыми высокими зарплатами. Наивысший уровень оплаты зафиксирован в сфере добычи сырой нефти и природного газа, а также в производстве табака. Среднемесячная зарплата в нефтегазодобыче в июне 2019 года выросла на 13% к маю, превысив 172 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные госстатистики. Данная зарплата в 3,5 раза превышает средний доход по стране, который в июне составил 49 300 рублей. Зарплата в области воздушного и космического транспорта составила 128 300 рублей. Представители табачной сферы получили в среднем 113 тысяч рублей. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата составила 85 500 рублей. Сферами с наиболее низкими зарплатами были признаны производство одежды, текстильных изделий и мебели. Многодетные семьи Перми смогут получить 250 тысяч рублей на покупку земли. Приобрести можно будет участок под строительство дома для подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. Вопрос о выдаче денежной выплаты обсудили на Комитете по социальной политике Пермской городской думы. Если парламент примет положительное решение на заседании в августе, первые выплаты многодетные семьи получат уже в этом году. Отмечается, что земля должна иметь один из видов разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. При предоставлении выплаты не будет учитываться доход семьи, а купленную землю нужно будет оформить в общую долевую собственность. Курс доллара, установленный Центробанком, на 22 августа составляет 66,26 рубля, курс евро – 73,49 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах!